При термическом ожоге важно как можно быстрее охладить пораженный участок. Для этого бывает достаточно подставить его под струю холодной воды или приложить к обожженному месту снег, лед или иной холод на 10-20 минут. Если целостность так называемых ожоговых пузырей оказалась нарушена, промывать водой такие раны нельзя. Пораженный участок следует вначале накрыть сухой стерильной тканью и только потом прикладывать к этому месту холод, положив его предварительно в полиэтиленовый пакет. Следует также помнить, что при термическом ожоге нельзя смазывать ожоги маслом, сдирать остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри, бинтовать ожоги или наклеивать на них пластырь. При химических ожогах любой агрессивной жидкостью, таких как кислота или щелочь, необходимо немедленно снять одежду, пропитанную этим веществом. После этого пораженный участок следует хорошо промыть под струей холодной воды. В качестве нейтрализаторов химического процесса на коже можно использовать молоко, мыльную воду или слабый раствор питьевой соды. Этими веществами нужно обильно смачивать пораженные участки, вплоть до прибытия профессиональной медицинской помощи. Человеку, получившему ожоги, необходимо регулярно давать небольшие порции прохладной воды. Быстро определить общую площадь ожога можно, если знать, что голова, рука, живот или грудь занимают по 9% от площади тела, половые органы и промежность – 10%, нога – 18%. Продолжение следует...